Приветствую вас и проблема в том, что вы волей-неволей сравниваете себя с этой певицей, которой вы говорите, и сравнивая себя с ней, конечно же, проигрываете, потому что вам она кажется идеальной. Вот этот факт нужно принять. Несмотря на то, что вы стараетесь ее занизить, как-то принизить, опустить, она кажется вам идеальной. Вы сами в другом духе знаете, что она красивая, как вы пишете, что она талантливая, что у нее хорошая карьера и прочее. И не знаю, завидуете вы ей или нет, это не вытекает из вашего текста никак, но что сравниваете с ним себя с ней, это точно. Вообще это один из принципов популярности, чтобы каждый слушатель мог так или иначе исполнителя почувствовать, чтобы он был ему близок, исполнитель. И поэтому так она вас и сделала. В принципе тот факт, что она вас задела. Говорит о том, что эта личность, ну, достаточно яркая. Другое дело, чем эта яркость обусловлена. То есть, образ придумали ей другие люди, значит, те, которые управляют шоу-бизнесом, промоутеры. То, что песни за нее пишут, тоже скорее всего другие люди, как с музыкой. Она только лицо. Карьера актрисы, да, актриса, конечно, это может быть. Но опять же, что значит актриса? Какая актриса? За счет чего она берет? Чтобы не даваться в обсуждение в кино, скажу вам дарок. Что вы, безусловно, не знаете все истории. Не знаете, как она живет. Не знаете, какая она в реальной жизни. Вы видите внешнюю картинку. И на эту картинку вы, как бы, обращаете свое внимание. Но это не то, что есть на самом деле. Возможно, пообщавшись бы с ней в реальной жизни, вы бы сказали, да, это пустой человек. Или, наоборот, проникнуть бы к ней симпатии и сказала, она удивительно лучезамый и светлый человек. Так или иначе, к вам, как и ко многим другим, она отношения не имеет. Но, что показателю? Этот исполнитель раскрыла в вас неуверенность в себе. Раскрыла в вас некую такую вот, знаете, такой момент для него, где вы сомневаетесь в себе, где вы хотели бы быть лучше, где вы чувствуете, а вдруг вы недостаточно. Достаточно красивый для своего мужчины. А вдруг вы недостаточно отвечаете его, там, требованиям, представлениям и прочим. А вдруг? Вот это вот, а вдруг? Оно у вас было всегда. Просто сейчас оно нашло выход, наконец. Нашло свой предмет. И что нужно делать? Ну, поскольку мужчина относится к ней уже спокойно достаточно, то я думаю, что вам необходимо работать над своей смазанкой. Работать над своей внешностью, работать над тем, чтобы чувствовать себя успешной, добиваться всего того, что вы хотите. Развиваться. Развиваться. Подширять кругозор. И тогда, вы сможете сказать, вот есть такая исполнительница. И она успешна. А есть тихо. И я тоже успешна. Но успешна по-своему. И я красивая. И я красивая. И я очаровательная. И очаровательная я по-своему. Вам нужно понять, что вы другая. Вы не такая, как этот исполнитель. Вы, естественно, она нет. Вы есть, а она кажется. И даже если она не кажется, все равно. Вы прекрасны по-своему. И вот свои сильные стороны. Свои достоинства. Свои положительные качества. Вам и нужно развивать. Вам и нужно их, как бы сказать, активно использовать для того, чтобы в жизни получать то, чего вы достоин. Не оглядываться на кого-то другого. Не сравнивать себя с кем-либо. Тем более, что вы не поете и в кино не играете. Не воспринимая музыку. Актеров. Клипы. Как что-то личное. А воспринимая это как нечто образное. То есть, ориентироваться нужно не на людей, а на смысл того, что эти люди хотят сделать. Вот вы пишете. Девушка выложила свои фотографии в откровенном наряде. Для чего она это сделала? Чтобы привлечь в себе внимание. Для чего ей привлекать в себе внимание? Да потому что любая звезда без внимания пустое место. Через пару лет. Максимум через 5-6 лет. О ней забудут все. А вы останетесь. Вы будете жить дальше. Добиваться чего-то дальше. А о ней не будет упоминания нигде. И вот это нужно понять. Что вы человек. Что вы личный. А она публичная личность. Публичная личность жива до тех пор, пока есть поклонники. Пока есть популярные. А это очень мималерно. А вы. Вы будете всегда. И еще неизвестно. Кто в жизни добьется больше вы. Или она. Когда у нее кончится популярность. И она начнет пить. Принимать наркотики. Что-то еще делать. Как часто это делают звезды, когда теряют популярность. Так что не стоит сравнивать себя с такой силой с ней. Старайтесь больше внимания обращать на себя. И на своего мужчину. И каждый раз, когда вы начинаете ревновать. Старайтесь. Старайтесь человека окружать. Лаской, теплом и заботой. И нежностью. И через некоторое время вы научитесь автоматически понасформировать негативную энергию в позитивную. Чем и укрепить ваши отношения. Сделайте их успешнее. Сделайте их более устойчивыми. Ваш парень уже сделал, например. Он сказал, что она ему не нравится. Что ему все равно. И это действительно так. Увлечение прошло. А у вас нет. И я, надеюсь, рассказал почему нет. На этом все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим.